Это Россия? А, вы не знаете. Поэтому свой риск я могу оценить. Я знаю, что если это будет в крайне классном суде, я точно выкладываю, но у меня будут большие издержки, которые я не могу показать. Скажем, неформатные затраты я их не могу показать. А если даже суд присудит мне, я получу ту сумму денег, которая мне предлагается. А вот неформальные издержки, они останутся за кадром. Поэтому я должен разобраться, как себя ведет в данном случае на рознике Светлама, и, может быть, даже провести процедуру, согласиться с процедурой там. Тогда мне надо опередить Ветнамского коллегу. Если я хочу провести у себя, я должен дать выдержку, чтобы он опросился в первом иске, чтобы окончательно спор разрешался в Ветнамском суде. А я бездействую, а я молчу. Таким образом, два варианта. Если мне выгодно въехать в Ветнамском, я должен на этот свободный ответвижение в первом ДАКИС, тогда автоматически в Ветнамском суде. Итак, еще раз. Разрешите, мы подытожим. Уважаемые коллеги, вот сейчас самое интересное наступает. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Смотрите, какая ситуация. Чтобы судиться в международном суде, необходимо потратиться на командировочные расходы, несколько раз слетать, правильно? Дальше, вам надо вести разбирательство на английском или на языке вьет, это во Вьетнаме такой язык. Тратиться на международных арбитров, на юристов, представителей, это все достаточно дорого. И самое главное, непонятно, в каком же именно арбитражном центре судиться. Мы в контракте. Такого соглашения между вами не достигли, толком не договорились. Давайте опять вспомним наш кейс, связанный с арендой офиса малого предприятия. Тогда я говорил, мы выразили доверие конкретному третейскому судье Татьяне Сергеевне, правильно? Вот всегда вопрос третейского разбирательства или арбитражного суда, это вопрос личного доверия сторон. Они указывают конкретный суд, конкретный арбитраж, вот и все. Если такого соглашения не достигнуто, то скорее всего, по версии Абдурашита Юрлаевича, мы толком не договорились, в каком именно суде судиться во Вьетнаме. Кроме того, арбитражного суда, просто арбитражного суда во Вьетнаме не существует. Есть народные суды, это разные понятия. Собственно говоря, непонятно, куда подавать иск. Тогда возникает другой вопрос. А само конституционное право на судебную защиту в государственном суде осталось у Абдурашита Юрлаевича? В государственном суде, в традиционном. Да. А кто же мог его решить? Это конституция. Кто же мог лишить такого права предпринимателя? Абдурашит Юрлаевич может пойти по такому пути. Подать иск, все свои требования заявить, но в Калининградский суд, который ближе к дому, который привычен российский по законам российского права целиком. Ну и разумеется, тогда я оказался в несколько двусмысленной ситуации, как покупатель оборудования. Я могу согласиться рассматривать спор в российском арбитражном суде, могу против этого возражать. Давайте попробуем проанализировать последствия того или другого шага. Как вы думаете, уважаемые стороны, что будет, если я соглашусь, в принципе, рассматривать спор в российском суде? Тогда у меня возникают командировочные расходы, необходимость изучения российского права, российские переводчики и так далее.